Дай почитать. Автор признается, что выводы научного исследования под названием «Проект антроподермическая книга» в настоящее время нельзя найти в открытом доступе. Поэтому книга «Темные архивы» уникальна. Все начинается в главном выставочном зале Музея медицинской истории Мютера Филадельфии, таком теплом, уютном и полном трупов. Там можно спокойно созерцать смерть. Все это происходит в 2008 году, когда Меган Розенблум учится в библиотечной школе и работает в медицинском издательстве. Книги человеческой кожи ее отталкивали и завораживали одновременно. Их в основном делали доктора-библиофилы в XIX веке. Такие фолианты – наглядное свидетельство неудобных и запутанных фактов о развитии медицины и врачебного класса, а также о худшем из того, что может произойти от столкновения стяжательства и отстраненного клинического взгляда на пациента. Очень мало известно об этих книгах или даже о том, сколько примеров такой практики может существовать. Часто данные, связанные с такими артефактами, никак нельзя было подтвердить или опровергнуть. Не было способа узнать, действительно ли эти тома сделаны из человеческой кожи. И если да, то как они были созданы и кому эта кожа принадлежала. В 2015 году автор отправилась в Хоутенскую библиотеку Гарвардского университета, чтобы посмотреть на первую и единственную антроподермическую книгу, подлинность которой на тот момент была подтверждена. Это книга Арсена Уссе «Судьба души». Он попросил друга переплести ее кожей умершей женщины. Меган Розенблум провела более пяти лет в путешествиях ради того, чтобы увидеть существующие в мире необычные книги. Ведь каждая из них – это тайна и детективная история. Но изучение их приводит автора к различным размышлениям. Надо ли в прямом или переносном смысле похоронить эти книги? О том, что власть имущие когда-то смотрели на тела бесправных людей с беспечной банальностью? О том, что нам приходится бороться со смертностью и одновременно с тем, что происходит, когда бессмертие нам навязывается. И главное – о том, каково собственное виденье ее как библиотекаря и хранителя. Тома из человеческой кожи заставляет задуматься о том, как мы относимся к смерти и болезни, и чем обязаны людям, чьи тела использовались врачами в корыстных целях. На сегодня проектом «Антроподермическая книга» составлен список книг авторы Меган Розенблум и ее команда, которые переплетены в человеческую кожу, и тому есть неопровержимое доказательство. Их всего 17. И практически все они медицинские. Например, каталог медицинских наук или о строении человеческого тела в семи книгах вязали. В 12 главах, прологии, эпилогии читатель все глубже погружается в эту мрачную тему, узнавая и про книги, и про их создателей, и про грустные и страшные жизни и смерти тех, кому принадлежит кожа, ставшая переплетом. 16+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенское 65, Ленина 103А, Луганское 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!